Ура! Вот, говорите, два выдающихся человека Владимир Москевич и Андрей Юров. Доброе утро! Смотрите, какая история замечательная. То есть пять стран, географичный проект, какое-то количество продуктов, почти 70 человек. Все откуда-то летели, да? Полное участие, как фейсов, в работе мероприятия. Вот как-то достаточно интересно, мне кажется, проэкспериментировать. То есть, что мы с этим имеем на практике, да? Вот в действии мы сейчас начнем. Я знаю, что вот одному из прекрасных спикеров Юра, мне нравится то, что сейчас происходит с точки зрения формата. То есть, начало работы, ограничений по поводу, то есть, верим к этому прикрываю, чтобы было понятно, кто уже, то есть, готов подписаться под правила блогного участия, и потом принимать участие, даже если кто-то не очень. Вот, то есть, я знаю, что, то есть, не нравится Юра, как бы, главный Владимир Владимирович Маскевич не проявляет особого отношения пока. Если заходить прокомментировать, может, давайте с этого начнем, потому что перед тем, как начнем собственную дискуссию. Что-то с того, что сейчас происходит. Есть ли на что прокомментировать? Прокомментировать всегда можно что-нибудь и как-нибудь. Вот у нас на деятельностных играх тоже выдвигается требование приходить вовремя и отрабатывать до упора свои обязательства. Но там это обосновывается следующее, что каждый человек, включенный в коллективную работу, имеет право высказать свое мнение. Но это право высказаться ничего не стоит, если у него нет другого права, а именно быть услышанным. Поэтому всякий, кто опаздывает на говорение другого, он нарушает право человека быть услышанным. По-моему, права должны быть как породновешены друг другу. Андрей? По поводу уравновешенных прав. Наверное, хорошо в горизонтальных отношениях, когда права уравновешены друг другу. Но мы при этом прекрасно знаем, что право человека – это про такую интересную материю, где права и обязанности связаны только через разные субъекты. То есть у вас, если, например, у нас есть право человека, то у меня появляются права не в силу того, что у меня есть какие-то обязанности, у меня нет ни одной обязанности, а в силу того, что государство берет на себя некие обязательства. Вот я не знаю, какие у нас тут отношения – горизонтальные или вертикальные, потому что я полностью согласен с идеей, что у меня появляется право говорить и быть услышанным только в том случае, если кто-то вообще это слышит. То есть само право не возникает. Поэтому я могу сколько угодно в углу говорить, но это не имеет никакого отношения к реальному праву говорить. Потому что право говорить – это право действительно говорить кому-то. А право говорить в углу от звука спускающейся воды в унитазе – это, наверное, какое-то другое право. Оно такое интимное, персональное и, в общем, к правам не имеет никакого отношения. Нет, потому что право – удивительная штука. Есть две дисциплины, которые занимаются, по большому счету, отношением между людьми. Это права и психология. Вот и кто-то другое занимается исключительно отношением между людьми. Вот сейчас право говорить в ситуации – это ситуация неких отношений. Потому что нет никаких отношений к абстрактным правилам. Правила не абстрактные. Например, то, что Лена установила, что в 10 утра все начинается – это не абстрактное правило. Это правило, связанное с ее принципом работы и с тем, что она считает здесь важным. Например, начать в 10 вот такую, значит, дискуссию. То есть имеется в виду, что если кого-то здесь нет, это их отношение не к абстрактным правилам, которые кто-то написал на бумажке, они либо поставили галочку, либо нет. Это всегда отношение к абсолютно конкретным людям, которые стоят за этими правилами. При этом правила могут быть прекрасными, правила могут быть безобразными. Но, подчеркиваю, отношение наше к праву или к правилам – это отношение не с правилами, а отношение с другими людьми по поводу правилам. Ну, я бы сразу включился в дискуссию, но на другом основании. Причем тут психология. На точке времени речь идет об уважении, то есть об айтике человеческих отношений. Психология скорее занимается вопросами «хочу-не хочу», а вот уважение, а именно уважение людей, реализация права другого быть услышанным – это проявление этики, морали. Тут уже начинается еще другая интересная дискуссия. Потому что, например, для меня-то самое интересное – почему люди любишь? Это не про этики. То есть это такое сопротивление этому мероприятию психологическое. Это привычка, может быть, вот такого – участие в больших международных программах. Привычка, да. Критика, да. Хочу-не хочу – не перехожу. Хочу опаздываю на 30 минут на содержательную дискуссию. Хочу – не перехожу вообще. То есть это вот этики, может быть, уже наработанные, скажем так, да, нашим 20-летним опытом вовлеченности в большие международные проекты, нашим отношением к этим проектам. Может быть, так как к этому можно относиться? Безусловно. Дело в том, что для меня лично, то есть я, понятно, не могу устанавливать правила языка, но для меня этика – это на самом деле тоже про правду. То есть это некие установленные правила, не писанки. В этом смысле этику я отношусь к правду, а вот психология – это про то, почему, собственно, так происходит, почему у людей возникает сопротивление к этим мероприятиям, почему они не могут вовремя встать, почему будильник небо поставлен. Ну, у всего этого есть какие-то причины, и не всегда причины злобные. Мне, если пока у нас будет свободная дискуссия, мне вспоминается на эту тему… Да, мне на эту тему вспоминаются анекдоты как раз, когда Петька подходит к Василию Ивановичу, говорит, Василий Иванович, вот тут всякие слова умные, пытаемся изучать, читать. Вот, может быть, вы мне объясните вот такие слова, как психология, логика и так далее. Может, как-то поясните? Ну, Василий Иванович говорит, ну, Петька, ты знаешь, нет ничего проще. Вот смотри, вот два мужика возле бани. Один грязный, другой чистый. Какой пойдет в бани? Петька говорит, ну, может, грязный пойдет, ему надо помыться, поэтому он пойдет в бани. А чистый? Ну, зачем идти в бани? Он и так чистый. Правильно, Петька. Это логика. Теперь смотри, Петька, ну, два мужика возле бани. Один грязный, другой чистый. Какой пойдет в бани? Не знаю, Василий Иванович может быть чистый пойдет, но он потому и чистый, что он все время в баню ходит. А грязный потому и грязный, что он никогда в баню не будет. Правильно, Петька. Это психология. Теперь смотри, Петька, два мужика идут возле бани. Один грязный, другой чистый. Какой пойдет в баню? Да хрен на пустой, Василий Иванович. Правильно, Петька. Это те лошади. Хелосистый. Хорошо. Хорошо, давайте перед тем, как я все-таки представлю спикеров. В основном, такие, как Клород Рейд, попросить тех, кто все-таки решил принять участие в дискуссии, давайте все, наверное, все-таки займемся. А много ли там народу? Есть наличие. Прилечие. Для того, чтобы попасть, что быстрее разместить. И мы начнем, собственно говоря, работу по заявлению в дискуссии. Пожалуйста, занимайтесь сад, как надо швейцей. Поехали. Доброе утро! Владимир Владимирович, философ, методолог, который приехал к нам для того, чтобы присоединиться к ресурсии из Беларуси, и господина Андрея Львова, российского правозащитника, известного как любимому Владимир Владимирович, философ, методолог, которые занимаются вопросами посвящения образования из Беларуси и Беларуси, на подстранственных тех, как мы можем, которым мы все с вами имеем. Сегодняшняя рамка, которая заявлена на сегодняшней дискуссии, это вызов с внутреннего мира, то есть где мы с вами находимся сегодня, не слишком смело занимаемся, что все мы вместе взяты, то есть философы, историки, правозащитники, художники, и вообще способны что-то сделать с этим сегодняшним текущим, изменяющим силам, что-то сделать, как можно говорить, что-то сделать для его изменения, что-то сделать для его организации. Успорила все это людей, насколько все это реалистично. Я попросила наших спикеров обвестись к этому из своих позиций и, собственно говоря, предложить нам эти разрешения для осмотрения и, возможно, по следующей дискуссии. Что, если вы хотите, чтобы вы хотите, чтобы вы хотите начать эту тему 10-ти? Нужно мне объяснить, почему это связано здесь? Ну вот, когда вы у нас написали, что, в 21 веке, точка. То есть есть во всём это обратили. Вот так, когда вышло заявлено, вот как вы сможете к ней отнестись из того, как она называется? Вот так вы можете, пожалуйста, в течение этой стены отнестись. Вот к ней в другом есть. Это про текущую. Хорошо. И мы все обращаем этим. Мы сейчас сидим, да? Действуем. Хорошо. Я надеюсь, что все присутствующие и слушающие меня сейчас уже знают, что на планете уже рождены люди, которые проживут 300 лет. Скорее всего, вызвали эти люди 300 или более лет. Наверное, я в курсе, что даже вы, может быть, и я, в скором времени будем жить в так называемых умных городах, умных домах, которые будут за нас вещаться. Поскольку нам вставать, мы не будем сходить в пути, а они это будут делать. И мы будем приходить вовремя на разного рода собрания. Ездить в беспилотных электромобилях попадает куда-то. И, в общем, наверное, туда, куда нам совсем не хотелось и не нужно. Потому что большая часть работы, то есть того, что связано с целью и ценностями и так далее, будут выполнять части, части искусственного интеллекта, принимающего, разного рода решения, ставящие задачи аэроника, просто в плите минуту, и выбрать задачи. Ну, наверное, лично так же в курсе, что в ближайшее время есть новые технологические платформы, связанные с современными технологиями передачи, разного рода собрания в реализованных технологических процессах. Ну, мы, только говоря, работаем главными работами, как мы должны считать, станки, механизмы, метод смартфонов. И рабочие руки, рабочая сила, которая и так хорошо прошел реакцию, и все это было необходимо Марксу и Кабунисту для построения коммунизма. Во всем этом это было необходимость, и значительная часть страны, входящая в золотую реакцию, в 30-х разных стран, будет жить на безусловный доход. То есть, пенсия будет обеспечена еще в государственном отечестве, и работать, ну, то есть, производить что-то на продажу. Большинство людей на планете никакой необходимости не будет. Кроме того, вы, наверное, знаете, что люди, которые нечего производят, живут на безусловный доход, получают от жизни всяческие удовольствия, которые не определены необходимостью принимать решения, в общем, еще и не размножаются. И не зачем, скажем, распроизводить даже самих себя. Поэтому в этом золотом реакции, в этих 30-ти разных странах, память, рождаемость, наступает демографический спад, ну, чтобы все вот эти вот привязки наук от технологического уклада продолжались, нужно, чтобы кто-то, ну, не знаю, хотя бы улицы под металл, хотя бы там присматривал за этими роботами. И это будут делать люди из тех региональных планет, которые необходимостью размножаться вообще не станет, потому что, да, это естественный процесс. И поэтому многие люди, ну, представители человечества, будут рождаться, и уже рождаются, скорее, в Африке, в Азии. И, получается, в Африке сейчас рождаются 2 миллиарда новых жителей планет, которые войдутся уже в 10-ти миллиарда населения, и, естественно, они там жить не уйдут, но там, когда они рождаются, они приедут вот в этот вот устроенный, благополучный мир бездельный, живущий на безусловной доходе. И вот во всем этом нам придется жить. А, собственно, мы в этом мире жить не очень-таки умеем. И поэтому антитопический сценарий, вот, то есть мы все эти факторы учитываем, состоит в том, что человечество будет разделено на две неравные части. Причем человечество будет разделено на две неравные части, по неизвестному нам с вами параметру. Причем человечество будет разделено на две неравные части, по неизвестному нам с вами параметру, и малая часть, она всегда обгонит большую. Этот меморандум пропага, который я озвучил, описанный братьями Студатскими в своей фантастике, мы можем наблюдать уже сегодня в нашем мире, хотя это из-за того, что пока человечество делится на три части. И они достаточно не равны. Первая часть – это люди, ну или люди первого мира, люди, не знающие ограничения по месту учительства, по языку общения, по скорости обучения, освоения новых специальностей, профессий и так далее. Это граждане мира, космополиты, но не в том смысле, как это родил термин когда-то Диоген Зиновский, в котором безразлично место рождения и происхождение, а космополиты, которые действительно освоили мир, планету, как свое место в жизни. Они живут на планете, не перемещаются, не находятся в себе места, применения и так далее, не забывая, они откуда, они никуда не идут. Я сразу скажу о третьей части. Третья часть людей, третий мир, совершенно не заинтересованных в каких изменениях, они привыкли в жизнь. Так, как они живут, считают то, что происходит, статус-кво, вечным и неизменным, как будто бы так было всегда и так будет всегда. И в общем, все изменения, которые происходят в мире, наоборот, они скорее терпят. Претерпевать, они на них сваливаются, как сваливаются на носу мобильные телефоны, смартфоны и все прочие смарт-пелеси. Ну, есть вторая часть, или второй мир между ними. Те, которые вынуждены жить как люди третьего мира, недовольны этим, но не располагают возможностями энергии, фантазии, жить так, как люди первого мира. Поэтому люди второго мира, ну, пока выглядят человечки, естественнее. Люди первого, третьего мира, им постоянно чего-то надо, они постоянно чего-то хотят, они заинтересованы в переменах своих странах. В отличие от людей третьего мира, они заинтересованы в переменах, они хотят в переменах, хотят инновации, но не располагаются надеими, умениями, потенциалами людей первого мира, чтобы эти изменения произвести. А люди первого мира, соответственно, не очень нуждаются в том, чтобы производить изменения. Инновации там, где живут, питатели второго и третьего мира. Вот так вот мы и живем. Спасибо большое. Я, Андрей, прошу вас про тот разговор. И я хочу передать вам библиотерию, о том, что в конце дискуссии нас будут брать момент на вопросы и ответы по снижению всего того, что существует. Спасибо. Я очень благодарен Владимиру за вот эту картину, представленную реальность, потому что она очень близка к тому, о чем я постоянно говорю, и мне не нужно все это пересказывать. Я действительно согласен практически со всеми угрозами, я просто чуть-чуть, там, сделаю какие-то инфекции, связанные с как раз гражданской жизнью, потому что вот как раз голосовские картины, я, ну, по многому соглашаюсь. Я, честно, не хочу пересказывать, у меня моментом на партнере «Бересветовка» была такая импровизированная лекция, которая называлась «Семь вызовов человечества за 20-е века». Там как раз было вот того, что, например, для только миллиарда людей до сих пор существует понимание того, что, например, нашим психикам мы достойны. Ну, что, кроме, там, эго есть, там, суперэго, и не он прощает, конечно, ситуацию, но, условно, для 6-ти миллиардов по-прежнему, если тебе что-то случится дурно, это значит, там, дьявол тебя всевезает, тебя всегда нужно чего-то изгонять и так далее. То есть представление о единстве их психики и что наша тень принадлежит нам так же, как и наша солнечная сторона, это всего лишь состоятельного одного миллиарда. Остальные 6 миллиардов, саму эту мысль переводить пока не в состояние, она, для них, слишком, слишком тяжела. Ну, это просто пример, да, вот, отчасти продолжение всего предыдущего. Я, по первому образованию, физик, к сожалению, я, физик, в общем, не состоялся, то есть у меня нет ни одного, там, не знаю, закона, эффекта, что-то еще. Вот, недавно я открытый, единственное, первый выбор закон, который называется «Закон Юрова», в общем, следующее, следующим образом, каждая наша последующая война посолнее предыдущей. Вот, такой закон, это для меня эпиграф к сегодняшнему дню. По поводу того, будет ли все это, будем ли мы жить в этих городах, или хотя бы один миллиард, будем ли мы, вот, используя все эти технологические достижения. Понятно, что это открытый вопрос, потому что совершенно непонятно, сможет ли вот это первое человечество поставить границы. То есть, по большому счету, сможет ли она у вас вести вот эти, вот, там, не знаю, 40-метровые, какие-то 7-метровые, 100-метровые стены, чтобы не дать третьему миру себя наводнить. Потому что, да, ну, сложно там у себя это установить. Потому что в мире, где 4,5 миллиарда людей сейчас регулярно надоедают, с одной стороны, прекрасно разговаривать об этих технических новшествах, которые реальны, совершенно, вот сейчас, там, в каком-то американском городе уже идут с обостовки против беспилотных такси. То есть, они уже, значит, здесь, а против них уже на обостовке. Вот, то есть, это действительно уже вот совершенно другой мир, даже для нас он представит. А с другой стороны, да, есть 4,5-5 миллиардов людей, у которых совершенно другие потребности. У них не стоит действительно проблема размножения, потому что у них просто нет презервативных, я говорю, совершенно серьезно. Просто не существует, это слишком долго для них. Поэтому, да, не стоит такой проблема. И не стоит проблема контроля рождается. И это серьезный вызов, насколько человечество вообще успевает за теми интеллектуальными конструктами, сюда я имею в виду и социальные, и психологические, и технологические модели, которые, ну, условно, за 20-е века мы работали, и за начало 21-го века. Человечество в целом. И оно все больше и больше будет разрываться вот на этой части. В этом смысле мне очень понравилась вот эта модель. Она, понятно, не новая трех видов человечества. Если раньше мы там делили первые игры, это там, буржуазные, вторые социалистические. Понятно, что сейчас совершенно все будет такой «бум». Но вот это тоже идея о том, что второй «бум», которая такая прослойка между первым, сытым и третьим, голодным, она самая человечная. Это очень сильная мысль. Я боюсь только, что это прослойка в той причине тонкая. И как раз проблема в том, что в том, что в том, что слишком тонко, чтобы быть границей между первым и третьим, чтобы брать что-то у первого и как Прометей относить к этому третьему. Вот я боюсь, что слишком мало. Вот оно слишком маленькое, это второе человечество. Оно слишком безресурсное. И именно в силу этого не в состоянии многие вещи делать. И это не удивительно, когда мы говорим, что оно более человечное, потому что, видимо, все самые интересные и самые тонкие эффекты вообще происходят на границе средств. То есть все, что на границе, там всегда самые тонкие, самые сильные и самые интересные эффекты. Все, что внутри какой-то среды, там вообще все стабильно и предсказуемо. И если говорить о гуманизации мира, или дегуманизации, то есть с одной стороны мы видим совершенно невиданную атомизацию людей на одном полюсе, когда действительно просто люди не могут обвиняться даже в небольшие группы. Для них это просто... Они не понимают зачем. То есть это такой мир одиночек, где действительно ничего не нужно, где, собственно, зачем обвиняться, если все, по большому счету, решено. И с другой стороны мы видим на другом полюсе совершенно невиданное объединение людей по достаточно архаичным признакам. Под архаичными признаками, причем я имею в виду сильную мобилизацию. Под архаичными признаками я имею в виду различия по цвету кожи, по этническим признакам, по религиозным признакам и так далее. Мы видим невиданную мобилизацию и фундаментализацию. Более того, можно, например, представить удивительные вещи, сейчас один из самых сильных религиозных фундаменталистов, то, чего мы не видели, например, в большую часть 20 века, это индусы. Если вы посмотрите, те законы условно антигоносексуальные, которые принимаются в Индии, ну, в общем, редко в такой стране такое вообще происходило, даже в репрессивных странах в 20 веке. Или, например, мы увидим невиданную мобилизацию буддийского фундаментализма, то есть привыкли, что буддисты, ну, такие люди, такие мягкие, да, мирные. Вот, то есть если вы посмотрите, что творится в Янме, и как уничтожается, буквально идет геноцид мусульманского меньшинства, это что-то невиданное. Да, то есть мы привыкли, вроде бы, мусульмане антиксиды, а буддисты они такие, значит, все молятся непрерывно, и, значит, такие все благостные. Ну, то есть понятно, что если вы посмотрите на эту страну, то удивительная вещь, и, например, одна из лидеров нынешней власти в Янме, лауреат Нобелевской премии мира, молчаливо поддерживает антиисламский геноцид. Это очень любопытная вещь, да, мы просто видим какие-то невиданные штуки, которые вот еще 20 лет назад нам бы сказали, что буддисты будут резать мусульман. Вы что, вы дилоты? Вы с ума сошли, наверное? Нет, вы с ума сошли. Потому что мир действительно стал очень странным и очень сложным. Причитаю, как если бы, я всегда привожу пример в своих лекциях, если бы в начале 80-х я был совсем ребенок, ну, понятно, я читал там Станицкого Лева, Фругацких, там, не знаю, Артура Кларка, Айзимова, не знаю, кого, если бы не в начале 80-х. Нет, я не очень люблю Советский Союз, я не про ностальгию, конечно, но кто-нибудь бы сказал, что в твоей стране, в Советском Союзе, лет 77-80 люди снова будут друг друга резать по единическому признаку или религиозному, я бы просто плюнул на к этому человеку в лицо и сказал, нет, это невозможно. Ну, знаете, это там в Африке возможно, еще где-то, но уж у нас, люди. Но потом обнаружилось, что, в том числе, здесь, на Нижнем Кавказе, начали происходить совершенно страшные вещи, именно в конце 80-х. Что для меня было просто минусило. То есть возникло ощущение, что даже вот в этом втором условном мире, а иногда и в первом, человечество так сильно устало от сложности, что оно просто вот хочет простых решений. Совсем простых. Все слишком сложно. Например, давайте друг друга резать по единическому признаку. Это просто. Ты такой-то, а я секой-то. Чего бы надо грубо не резать? Это же очень простой ответ. Или вот, например, давайте выгоним всех, у которых разрежут два автолюка. Это очень просто. То, что не будет кого нести. Улицы, это не важно. Мы выгоним и мы подходим. Может быть, мир будет прекрасный. Короче, у меня есть ощущение, очень серьезное, что с одной стороны за 20-й год человечество накопило огромное количество гуманистического потенциала, просто невероятного, в смыслении, прежде всего, самих себя. То есть понятно, что, если кто-то говорил о том, что после холохоста культура невозможно, то я бы сказал, что после работы Ханны Аренда невозможно смотреть на человека так, как мы смотрели до этого. Или после, не знаю, Фрома или Фрейда, или многих других выдающихся психологов, которые занимались внутренней психологией, мы уже не можем больше смотреть на человека так же, на такое же простое существо, как раньше мы смотрели. То есть это перевернуло представление самого человека о самом себе. Но при этом, или, например, невозможно больше действительно на холокост смотреть так же, как мы смотрели, не учитывая электрофрагмы и понимание того, что происходит с человеком там и какой может быть сын. То есть, с одной стороны, есть чудовищная тенденция к демокомизации, к фундаментализации мира на одной стороне, декортизации мира на другой, и с другой стороны, есть огромный гуманистический потенциал, которого никогда не помогает. То есть накопленный человечество. И вот вопрос сейчас для меня как раз заключается в том, что я вижу много точек дефургации, точек, когда сейчас человечество может идти по самому разному пути. Вот я, не знаю, согласен с одной из последних статей Александра Узавна, известнейший экономист российский, который говорит о том, что главная проблема в том, что мы поверим, что Третья мировая невозможна. Вот мы просто себя убедили, что нет, этого не может быть. Так как я в начале 80-х говорил, что нет, люди уже не могут в нашей стране друг друга убивать, но и пусть его призят. И вопрос заключается в том, что мы должны, к сожалению, поверить, что это возможно. И только если мы поверим, что это возможно, мы можем сами себя остановить. Вот, собственно, про это я и хотел говорить. Спасибо, Владимир Владимирович. Проходим сейчас, Сашу, что-то я, поиск, на письме. Можно развивать многое, из-за того, что сказано. Знаете, мы еще только затронули очень большую часть факторов и аспектов. Ведь дело не только в пресурмативах, которые очень дороги для некоторых людей, и не только в вере в то, что кажущееся немыслимым возможно, но еще и в том, что мы не отвечаем за последствия изобретений своих прелюбинок и так далее. Вот, скажем, мы по-прежнему боимся того, что мы созрали полберизму, обнищанием, страданиями людей от того, что им чего-то не хватает. При этом, скажем, развитие той же биологии с геномодифицированными продуктами, и так привело к тому, что голод на планете может быть прекращен. И он, в общем, во многом прекращен в той же Африке. И именно поэтому демографический взрыв там, не только потому, что не хватает геномодифицированных растений, позволяют кормиться людям, которые раньше просто умирали от города в детском возрасте. И просчет всех последствий того, что делает человечество, своему уму, творчеству и так далее, наверное, никогда невозможно. Поэтому будущее нельзя предсказать. Будущее нельзя написать в каком-то виде, ни в страшилках, ни в приятном итоге. Мы должны всегда готовиться к будущему. И вот Андрей сказал очень важная вещь, по-моему. Она пролетает, как правило. Это сложность. Человек сам по себе очень сложен. Мир, в котором он живет, без человека, сам по себе очень сложен. А уж тот мир, который мы создаем своими усилиями, на порядок сложнее и самого человека, и той природы, в которой существует без человека. Сможем ли мы справляться с той сложностью, которую сами же порождаем? Это большой вопрос. И поэтому третья мировая или какие-то ужасы климатические, демографические, фундаменталистские, это то, что мы сами же делаем. Если мы этого не боимся, если мы этого не пытаемся осмыслить, это нас ждет. И мы тогда, не важно, в какой форме выигрываем, от того, что комета прилетит, от того, что третья мировая возникнет, или выигрываем, как дрышевые крепки, от перепроизводства, отхода собственной жизнедеятельности или умственной деятельности. Поэтому, потому что все наши проблемы, это проблемы интеллекта и нашего страха в сложности, стремления к простате, там, где этой простаты нет. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, Веритий Николаевич, мы можем все это как-то понимаем, если мы к нему как-то относимся. Тем не менее, вы оба, по представлению, идете каким-то ясным, для себя, образом, вообще, вместе с миром. Наверное, сейчас я хотела бы вас спросить, говорить о том, что вы делаете в связи с системой, находясь в позиции не только снисления, но и в позиции каждом дневного делания. Вот Абрей, наверное, я бы вас спросила, говорить о том, что мне, зная о вас больше 10 лет, все равно непонятно, зачем все эти международные сети, зачем вообще все эти контакты вот такие вот активные между людьми, и что эти дрова вообще можно сделать, а получается ли, настолько усилий, а зачем, куда они предъявляются. Возможно, он находит, спасибо, говорить о вас, и, возможно, еще о чем-то, о чем вы посчитаете, а потом, Владимир Владимирович, вас, не может, тоже понимать, о чем вы занимаетесь, нет, возможно, да, то же самое, только в Визбук, да, я бы, наверное, попросила разговаривать о родничеом университете, и, возможно, еще о том, о чем вы посчитаете сами пополнительно, да, но, как вершествие, было, конечно, в коммунизме, да. Андрей, наверное, я вас попросила начать. Мне просто подумали, что можно продолжение будущей темы называть сильную беседу. А, давайте я с вами закончу. Да, 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 да. Нет, ну, просто там много, много интересного. То, о чем я буду говорить, оно будет, конечно, не так интересно, не так вдохновляюще. Так, я когда летел в аэрохозу, я летел в стадию, долго очень нас выпускали, все, они три просто надержали в самолете, то есть, через ветер, и я уже устал и начал отсюда читать портовой журнал аэрохозу. Я редко это титло, но и там вдруг наткнулся, и решил, что это прям редкий такой эпиграф, тоже к будущему фестивалю, который, возможно, там можно говорить. Это очень простая фраза Толстого, я, конечно, ее сейчас не точно процитирую, но он звучит примерно так, что если трудные люди собираются вместе чтобы творить всякие безобразия, то и трудные люди. Не остается ничего другого, как делать то же самое, ведь собираться вместе для того, чтобы злу противостоять и наоборот пытаться продвигать какие-то важные добрые вещи. Подчеркиваю, цена не точная вы ее, если что, вы ее найдете. Во многом для меня эта штука является ответом на то, что я вообще делаю. Потому что мне кажется, что я пытаюсь делать две вещи. Первый, я пытаюсь искать людей с помощью образования, просвещения и так далее, кому вообще будет немножко интересна тема, даже не прав человек, а вообще гуманизации ну просто интересна. Я их мало чего могу научить на самом деле. Я могу просто немножко рассказать про себя, ну все эти мои так называемые семинары, точнее не про обучение чего-то кому-то, а просто про перечисление каких-то важных маячков, каких-то важных ценностных флажочков, на которые люди просто реагируют. То есть первое это поиск этих людей. У меня нет никаких иллюзий, что с помощью своих просветительских или образовательных вещей я могу кого-то, не знаю, сделать таким человеком, воспитать, полный яму, да, я могу лишь найти таких людей, у которых уже это есть. Есть немножко, есть побольше, но уже есть, это сто процентов. А второе, это раз уж они есть, но попытаться помочь им, даже не поучей соорганизоваться, а дать им различные инструменты, в рамках которых они могли бы более эффективно взаимодействовать друг с другом. То есть создать некие социальные пространства, где они могли бы достаточно быстро найти друг друга, сэкономив массу времени и сил и так далее. То есть для того, чтобы каждый раз не заниматься тем, чем уже занимались до них. То есть что-то все равно придется делать самим, и очень многое. Но что там, чтобы уже было готовить меня. Потому что я прекрасно понимаю, что первые 8 лет своей социальной активной деятельности, примерно с 88-го года, я всегда говорю, что у меня есть 3 года так называемого подпольного антисоевского стажа, когда я был связан с диссидентскими, сам издатовскими и прочими кругами у нас с первого года. То есть в этом смысле, когда говорят, что были люди, которые разрушали союз, я один из этих людей. Я не знаю, нужно по этому поводу мне плакать или гордиться. Но я этим не то чтобы активно занимался, но в этом часто прямо в госпитале. Причем довольно неудивно, сегодняшний занимаюсь сам издатом и распространяю тексты, которые сейчас можно купить в любом геоске. Будет ли там служеницами или там еще что-то. Так вот, я понимаю прекрасно, что первые 8 лет я непрерывно изобретал велосипеды и открывал Америку. Очень смешно, потому что эти же 8 лет, если бы за первые 2-3 года я мог у кого-то чему-то научиться, как строить гражданские сети, как строить общественные организации, как там еще что-то делать, то, конечно, я потребился значительно быстрее. Но вот 8 лет я потратил просто на бесконечное изобретение того, что уже давно будет. Уже давно было всем известным, а я вот такой значит, это все изобрел, очень радовался, потом обнаружил, что все равно изобретенный мой гуниципед довольно сладенький, ведь уже образцы в 100 раз лучше, а открытый мой Америке тоже крошечные и бессмысленные, а уже открытые большие и настоящие. Вот. Я не могу сказать, что это был зряший опыт, но это был именно, скорее, личностный опыт, чем открытие реальных социальных институтов, потому что они уже как раз были вверх. Но у меня не было возможности это все получить. У меня не было шанса просто иметь доступ к этим знаниям или к этому опыту, или к этим практик. Вот, по большому счету, я все время только этим и занимаюсь. Вот, единственное, у меня постоянно в последние годы спрашивают по поводу того, насколько я бессимистичен, что, мне периодически говорят, что у тебя, видимо, одни только негативные сценарии. Я вот стал вспоминать, с какого момента у меня сценарии стали исключительно негативные. И я вдруг понял, с какого момента они стали прямо-то почти исключительно негативные. 2008 года. С 8-го, 8-го, 2008 года. Вот, вот с этого момента что-то у меня в голове произошло, и я вдруг почувствовал, что в нашей части мира, особенно в Российской Федерации, сценарии социальные будут на многих годах исключительно негативные. И каждая наша последующая война позор будет. Вот, я так почувствую, я не могу это объяснить, но пока, к сожалению, за эти 8 лет я ни разу не ошибся. Я не видел ни такого тренда в другую сторону. В соседних странах, да, или разного тренда. Здесь все время один и тот же тренд, и он охватывает все больше и больше количества людей. Я сейчас не хочу об этом говорить, это другая совершенно тема, но отчасти все так, да? Да. И мы об этом скажем, на это смотрим, это как-то видят, кто-то пытается это создавать, кто-то вообще даже не собирается это собирать. я единственное еще реальный вам понимать, почему ты упорно и настойчиво на протяжении последних 10 лет, которые я вижу, все равно мечешься между над нами месяцем и постоянно постоянно с кем-то встречаешь, с кем-то разговариваешь, люди сначала приходят, потом уходят, то есть если что-то делать, чтобы их ничего не делать, ты зачем предпозратишь это делать? Что такое в тобой вкладит, что ты считаешь, что это нужно продолжать заниматься? Это что вообще не вся говорит о себе против? Да, это правда. И получает от этого удовольствия. Значит, это нужно разговаривать. Ну, здесь есть, собственно, два ответа. Первый ответ, это, конечно, чешный, правдивый ответ, это, конечно, безумный. И это был совершенно серьезный. Я думаю, что это связано просто с этими безумными идеями, безумными мыслями и безумными прогнозами о том, что все-таки единственное, что спасет человечество, опять же, я говорю совершенно серьезно, это очень сильное международное, светское, солидарное гражданское общество. потому что я не уверен ни в какие международные конструкции, типа там ООНов, Советов Европы, даже Евросоюза и так далее, я в них не верю как в гуманистические вещи, потому что там всегда сидят представители государства. И какие бы государства ни были прекрасны, у каждого государства есть национальные, геополитические и прочие интересы. Понятно, что я все безумно упрощаю, потому что на самом деле никаких национальных интересов нет, но это все еще сложнее. Но я и думаю, что там сидят не мудрецы, представляющие человечество, а там сидят вполне конкретные люди, выполняющие вполне конкретные заказы. Общественные, политические, корпоративные, мы сейчас не разбираем какие. Кто-то хороший, кто-то дурный. Опять, мы не расставляем знаков, так сказать, плюсы и минусы. Но нет никого по большому счету на уровне планеты, кто-то как-то представлял бы человечество. Они есть, но очень мало. Есть какой-нибудь Кимин Райс Котч или Анисти Интернешнл. Они такие маленькие, такие слабенькие, что они слабее самой слабой стороны. Например, голос Кимин Райс Котч все равно слабее голос Лихтенштейн, а голос Международной Анисти все равно слабее голос Аманда. Но все равно. Вот так построен современный мир. Я имею социальный. Вот так он сконструировал. И либо он попытается что-то другое сконструировать, ни в место, не утесняя, а параллельно с этим, что надо бы стать тоже важной общей силой. Но мы, собственно, этого просто не будем. То есть всегда мы так и будем видеть вот эти вот советы бесконечные, которые мы наблюдаем на телевизору, как сообщество подменив государства, которые, конечно, выполняют какие-то свои хорошие или плохие заказы. И это действительно вот такая вот тактическая вещь. Точно так же, как вот в этом мультике про кумбру, да, это там есть орденант защитников прав человека, которые могут на разные планеты приходить хоть немножко помогать восстановить справедливость. То есть это такая вот тактическая модель, которая, не знаю, идет еще, наверное, с времен Духа-Гея о том, что могут быть какие-то объединения, которые могут альтернативно государству, альтернативно правящим королям, формальным тиранам и так далее, что-то делать и помогать восстанавливать праведенец. Я, честно говоря, не уверен, что это то, что сейчас связано с реальностью. То есть, скорее всего, это моя рационализация своего безумия, не более того. То есть я специально обидурую всякие аргументы и слова, чтобы показаться все-таки не откровенным все-таки авторитетом, чтобы Сибирь был в таком зале, а, соответственно, не палач номер 6. Поэтому я все придумал для того, чтобы объяснить, почему меня пока не надо госпитализировать, а надо наоборот слушать какие-нибудь международные конференции. Но очень может быть, что это всего лишь астанализация моего безумия. И это сниться на это летание человечества. Оно не отклонится, оно не сможет. То есть гражданские силы не смогут ничего сделать. Сейчас последняя фраза у меня буквально три дня назад мои коллеги из соседних стран спрашивают, вот тут валерна, такой хошмар происходит, что нужно делать? Ну, нетрудно определить, что нужно делать. Ну, как? Прежде всего, прийти по месяц, биться главой к стене. Я это совершенно сильно разрушил. Потому что нужно было делать не сейчас, а 10 лет назад, когда я говорил, что в Европе и в России нет актива военного движения. 10 лет назад. Его просто не существует. Если начнется война, ни один человек нет, он отдельный. 5-7, как когда, в 68-м году на Красную площадь и все. И никто больше. Потому что нет больше антипоентного движения. Но в России не может быть антипоентного движения. В смысле, только в России. Оно должно быть все равно международное. Россия не сможет. То есть в России нет такого количества сил, которые без внешней солидарной поддержки смогут вообще как это осуществовать. Это невозможно при внешнем составе социума. То есть мы больше и меньше. Мы хотим антивоенное движение в России, значит нам нужно создавать антивоенное движение в Евразии. Либо тогда и будет в России. То есть нет выхода. Вы хотите остановить Талепо? Создайте в Евразии большое антивоенное движение. Вот такой ответ. Конечно, он страшный, глобальный. После этого проще. Тогда нужно либо с пикетом выйти к посольству, либо действительно по месяцам. Окей? Я понимаю, что я даю глобальный ответ. Но я не знаю других, я не знаю системных ответов. Либо мы так и будем с плакатиками стоять после посольств, либо будут стоять и лениться. Какие же, какой же ужас, вот что же нам делать и так далее. Вот, наверное, вот эта попытка все равно, несмотря ни на что, давать системный ответ, она связана с тем, чем я занимаюсь. При этом возможно, может показаться, что все это происходит совершенно бессистемно и казаться правильным, потому что еще раз вижу, возможно, это просто рационализация моего безумия. Спасибо. Владимир Владимирович, я вам хотела бы слово. Про что? Попрошу, я же хотел, как безумие влаще, как влаще, все, в свое, и чужие. Издательство, да. Вот, я вам про разницу ваше безумие просила вас сейчас рассказать. Мне казалось, что я бы вас просила рассказать об опыте величемого университета, почему вы этим занимаетесь, да, то есть, что это такое, и зачем вам надо говорить, а мы потом про возможносты отношения, как минимум, не знаю, года посвященного человеку, чтобы придумали от вас. Я подогласил, с этой вы можете сейчас делать, что вы хотите? Может, вы еще не будете с тем, и не говорить? А сплясать? Расскажите, расскажите, что вы хотите? Можно, я не хочу. Вот, нет, 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 Вот, самая большая стромность для меня почти во всех своих действиях, которые я предпринимаю, состоит из-за того, что мне кажется, что то, что я делаю, так очевидно и понятно, и прозрачно, и просто, что меня всегда удивляют, почему другие-то не понимают. признать обратную ситуацию, что, ну, в самом случае, вот в той версии гуманизма, что я сейчас понимаю, когда находишься в такой конфронтации с, даже не с большинством, да, потому что очень многие люди понимают в большом счете, но с каким-то таким вот сведением завершенным состоянием так очень это существует, как у вас на, вот, вновременном исследовании 20-го века общественного введения, расходятся твои устремления, и тогда, когда ты признаешь свое собственное безумие, ну, или безумие, скажем так, некое край, с одной стороны, с другой стороны, это тебя мотивирует на то, чтобы все-таки что-то делать или безумие, доказывать право на существование, это безумие или этого председателя. Ну, как бы, что я сейчас говорю, да, вот в первой части пытались говорить о взятомной о том, как на себя взятомной зимой, да, а вот в третьей части, я пытаюсь от вас, как люди, как вы могли даже говорить, просто сидеть где-то в прекрасном месте, обещать, может, с собой, или с собой, или с собой, или что-то, или что-то, как вы, да, сидели, бы при нас бы себя возможно чувствовать, да, вы понимаете, почему-то суверен, естественно, что-то не нравится, да, вот в юрсе это суверен, вы на университете, зачем? Вот, стой, понимаешь, у меня стаж сопротивления, ну, так, у меня стаж сопротивления, наверное, чуть больше, чем у у меня, просто я чуть-чуть постарше, видимо, и родился в лагере, ну, и не в лагере, вместе с святки, поэтому, как бы, это у меня очень устраивание в детстве, но потом приходилось как-то жить в этом мире, который меня страшно не устраивал, но он мне не нравился, и мне нужно было к нему как-то адаптироваться, адаптироваться, и с самого детства я решил себя задачу, каким образом я могу жить в этом мире, не теряя, не упрачивая самого себя, и в этом вот, борьба, собственная война с собой за сохранение самого себя, и мира с этим миром, то есть, не воевать с ним, а она как-то в нем, в нем жить, она заняла у меня достаточно много времени, фактически, вот в этом, это время достаточное для того, чтобы люди становились взрослым, а я и становился взрослым, то есть, росли и обтягивались, а только, когда я, наконец, каким-то образом к этому миру происходил, в 82-м году спрогнозируем, как спрогнозируем, я буду, это у меня были эти комбинаты с ультожскими националистами, которые пытались пороться о независимости, ну, как пороться, в фильм, в фильме, в язык, в фильме, «Энгилд, что вы пореклись? Ребята, в Советскому Союзу осталось существовать 10 лет». «Он 3-й я скончусь». «Он 3-й я скончусь». «Он 2-й «Он 3-й 10-й лет, и не странно, я ошибся буквально на месяц, и Советский Союз сборился». «Но, пока он разваливался, я занимался своей недвижимостью, но вот инфантильность моя в это время проявлялась другому. Я решила здесь всегда вопрос, о каком замысел Бога относительно моего существования. В этом смысле я, думаю, поскольку восстанавливал к юридисту не потому, что я доказал себе существование Бога, или у меня там чатка какая-то пройдет, а потому что решая вопрос, о каком замысел Бога относительно себя, само у меня. То есть я не могу не признавать его существование. Так широко, я так не решил этот вопрос. Но где-то к началу, к самому началу 21-го века меня этот вопрос перестал учить, потому что я занимался устройством устройством этого мира, в котором могут подчинуться. В этом месте происходит ростение, мне уже где-то 44-45. подчинуться. начинаю упомянуть, что я наконец-то стал взрослым, если стал париться относительно мира, относительно замысла под область самого себя, я могу отвечать за то, для чего дотягиваться, мой разум, мои руки, я могу дотягивать. И с этим требует мне понимание еще многих вещей. Например, при всей разнице с учитовым, что у нас наверное как правило, это действительно какая-то методологическая умолчительская установка, не более так. Я например не делаю постоянно над право защитниками вакциально за право человека, потому что понимаешь, что они защищают и протоколуру. защита права другого человека нужна самим правозащитником, это действительно правозащитник. Это, вы знаете, давние с высшего света посещаются эти дают и они не ищут. Они не повернутся с нищетой, они понимают, что они не спасают от нищеты и тем, кому они дают свою милостиву. Дать неждающую это потребность дающим. Защитить того, кого обижают, это потребность защитника, собственная потребность. Чего? Поэтому выражаете себя как этого альтруинства. Еще чего-то это спасать самих себя. Спасать самих себя. И тех, кого нужно спасти от их себя, не оставшись в обзоре. А вы? С вами монета какая-то. А вот ссылание из вашего просит. А вот дальше я начинаю понимать, что я... А, еще один момент просто из выношенной географики. Все географии меня меня в молодости проект двигал автомат. И говорят, что ты живешь только разом, логикой, никаких чувств, никаких эмоций у тебя нет. Я понял, что это про меня так в руки. Но постепенно я перенимал, перенял себя в этом смысле и понимал все больше, что на самом деле я жил за него века, а мечтую, что я не в 90-й год проявление чувствую. Но по большому счету на ноги движет только любовь. И эта любовь, она порой приводит к истинной. Бывает, есть такая любовь. Я люблю не только агрессивно, количество девушек, но и истинно тоже люблю. Да, я ее люблю. холодильный и все то, что я не прыгну, оно заставляет мне как-то шевелиться, что-то делать и чем-то прикладывать. И мечта в обвиненной свободе, в мечтах мечты любить нельзя. Мечта это нечто другое. Все достижения человечества рождены из какой-то мечты, чьей-то мечты, но она не менее сильной чем любовь. И вот эта мечта, потом я позвоню свою мечту у каких-то притчевших философии, завязанской притчевших притчевших. У меня в 17-м веке была проститая мечта, чтобы все люди умели читать истинно. Понимаете, глупая мечта в мире идут религиозные воины, весь мир, в общем, у тебя Европа это на 90% крестьянское население, которое топается в земле, выращивает скол, и так далее. Ну, зачем они бесстатичны? Он, конечно, об этом мечтал. Его мечта реализовалась только через 300 лет после его смерти, а сам он не смог реализовать ее ни в одном из мест, где жив и оттуда и будет комярин. И вот, знаете, когда мы сейчас первые свои антиметонические и лимитонические идеи излагали в ответ на предложение веры, я упомянул, что все проблемы наше мышление. Так вот, продолжая мечту Каминского, он говорит, что у меня есть мечта, чтобы так же, с кем я имею тело, мог и мы выслать. И поэтому я создаю себе такую искусственную решение, маленькую искусственную петельчину в виде, называя его университетом, чтобы это было понятно, в более-менее лимит, которое не прошли, а самому и разрешение, которое каждый входящий причащается, подчиняется к этому мужчинам. И разносит зараживаться в оттонах. Знаете, у нас в местах пропали террорканы. Да, ладно. А? 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 Во многих других террорканах тоже, кстати. Мы же спрашиваем, пропали они, когда были изобретены средства стерилизующие террорканы, химическая стерилизация террорканы, она передается в оттонах, в оттонах, не террорканах, передавая вот эту соревнованшу, ограниченную и постройку. Если просто это вымерли, наверное, это существует. Так вот, жизнь передает статистику, потому что мы не не решили. Поэтому ведущий университет для У меня, как говорится, для совминания себе подобны. А потом увеличить, и нечего, а не просто достижение. Слушайте, а кто вообще? Перевернули, да? Есть старая пасень, что старик при обиде, сажая его садом. И так далее, истрианских миофологий, и сад, и было максимальное будущее. Потому что теления начинают водоносить через 7-10 лет. То есть старик, сажающийся никогда не убитых плодов. И внук, который не понимает, зачем он вставывает собственные телки. Вот есть такие простейшие вещи. В общем, серьезные дела – это то, что приносит свои плоды через... Вот он говорит, я вот не знаю, что вам покажу, которое прожили 300 лет. Но программы, или там, проекты, или платы действий, которые соответствуют моими 4, моими 3, и, да, как же так, или их результаты третий, из того, есть ли 300, и что? Ну и спасибо. У меня есть какие-то вопросы. Вопросы о аудитории останется 15 минут на возможном вопросе, если они еще остались. Вопросы о Вашем отношении к социальным системе. Так как я внимательно предъявляю и за вами, Максим Владимирович, и за вами, и за вами, я бы тогда предъявляю... У меня ваша идея. Это я, я, Владимир Владимирович. Вот, я знаю и вижу, как бы, Ваши, ну, скажем так, очень разное отношение к этому инструменту, да? Расскажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, почему Вы не ленитесь в таком время, или, знаете, на общение с виртуальной публикой, а вас, Андрей, почему, скажем, лайк от Вас не начнешь снимать, да, я не могу не дышать, то есть, вроде, он на Европа, а так все такие разные, хотелось бы только не починать. Лена, все там по-разному. Я именно потому, что ленюсь. У тебя ленюсь, например, писать этот концерт «Трех миров». У меня этот текст в размерах, там, я говорю, три десятых страниц, он лежит ползубректа уже полгода, он мне необходим для развития идей для центрального уровня, и для технологии третьего поколения. Ну, это, мне кажется, очень, какой-то продукт полезный человечеству, что бы, во всяком случае, в нашей части них. А я его все никак не сделаю, потому что у меня постоянно трог ходит и скачет, и скачет. А если бы горят и горят, я хоть и не женщина, но при нынешнем тендерном равенстве, он очень не может успокоить. Понятно? Потому что я не буду думать этого проблемы. и это такой способ инфраэрка общаться с миром. Я, по-своему, тебе не так вот смотрю. Весь 21 век я вшел в каких-то там сибирных коммуникациях. Причем я продолжаю свою мысль. Естественно, что те, кто меня читает, они это люди. А я разворачиваю гадания, не могу мысли быть. Потом она может быть приобретет две стратегии, и даже хорошая стратегия, потому что иначе я пришел это писать и не имя. А в ней я писать и не имя. Поэтому все наоборот. Понятно. Кстати, я знаю людей, которые, в общем, оказались небезразличными вашими партнерами за разные реплика про общение с миром и сибирскими людьми. Ну, действительно, не могу. Владимир Ильич, можно от вас исходить вот какое-то какое-то другое с чьимовременное отношение, со стороны с чьимовремо, да, со стороны с тем. Теперь я извини, а я вообще не знаю хорошего общевидения, по-другому. А, все-таки у меня есть. Да, да. Ну, у меня это как раз простой ответ. Сейчас даже тот способ, которого я отвечу, он будет, в общем, точнее, на сегодняшний тщатель, он будет как раз соответствовать моему представлению соцсетях. Я так понимаю, что еще будут какие у вас возможности неформально поговорить с внешними тщательными дисциплинами. Сегодня, да? Кристина, я что-то еще такое. А я не знаю, я не знаю, что... Да? Сегодня. Вот сегодня у нас будет фанте, по-моему, первого и второго этажа. Вот нужно неформально поговорить с людьми. И я думаю, что у многих людей будет масса вопросов. Вообще, запутки и запросов, как Владимир Владимирович, такие, а будут, будут. Так вот, у меня в программе всего этого есть только лекция пока. И это, слава богу, поэтому несколько у кого-то не будет желание только на что-то философское пообщаться. Это значит, что вам предстоит особый труд меня специальным образом найти и организовать это пространство для общения. А лекция будет очень технологически, поэтому, в смысле, там не будет это по-сотому. А я это все говорю к тому, что у меня просто нет совсем времени на социальности. Физически. То есть, мое утро начинается с коммуникации, живой слезу, и заканчивается речь, а там думаешь самочек, когда прекращается оттуда эта коммуникация. То есть, одно время я, например, берем три этапа, а сейчас я даже три этапа виски не могу, в смысле ничего там не решу. Я, чаще всего, что не перекручу. У меня просто нет времени на письменную речь. Вот у меня, например, возможность было, например, между этих бессерд, такого типа, такого длинного, была бы возможность, наконец, создать тексты. То есть, все тексты, которые мне могут найти в сети, это на самом деле, о чем он ее не получит. Я вообще ничего не пишу. Совсем. У меня есть в сердце аудитории, или мы есть в сердце какие-то интеллектуальные совмесения, или мы с ответственностью включаем. И из этого рождаются какие-то тексты. Вот почти все тексты родились именно таким способом. Просто есть у людей разные модели. Вот именно в силу, где у моей очень сильной характерности, я просто не могу. То есть, это вообще не могу. То есть, я истинным образом не общаюсь с миром. Я даже с миром общаюсь и устным образом. То есть, условно, я разговариваю и включаю и в мировой антидрик, включая их и в диктатракт, и в самое доброе штром. То есть, я даже с собой взрослым, а у меня есть усы, а не искусы. Вот бывают такие сравненные существа. Понимаете, нет ни приобретения социальных сетян не в границах, это просто другая идея. А вы когда думали, что это у вас такой нестинарный подход, что у вас донатка какая-то стратики? Еще подобное. Это просто, можно это просто, не знаю, или другой поддаренностью. Я очень большое уважение отношения к людям, которые как раз там активны, когда мне предложили друг товарища внести, например, не паприка, которую я не вину, прекрасно, золотите и так далее, только я там не смогу даже комедик учить, у меня просто нет на этой силы и жрения физического. Плюс я не могу комедикнуть, у меня, например, один колен в две строки занимает примерно два часа, я так пишу, то есть у меня любое «смог» на один взад займет 4 часа. За это время я могу прочтить и делиться, то есть это просто не мое, вот поэтому я прошу всегда меня избавить от истинной речи, когда меня просят написать отчет о подъездке на один взад, ну пожалуйста, я готов заплатить вот весь генератор, возьмите себе, только отчет сами напишите. Я не могу поймать служить. Стихи – это другое, стихи – тоже именно с космосом. Это вообще не мое, это космос не плует, а я только снимаю записи. Кстати, по имени я пишу только рукой, час на салфетку, я не готов к этому никогда. То есть это не тот момент, когда я сошусь и думаю, какой он есть, если хочешь бы написать, по случаю посещения там, не знаю, Варшавского отдела. Так не бывает, бывает. Спасибо. Вопросы, если есть. Если нет, то мы еще найдем. Пару темы. Я не сам могу поговорить. Чего людей вопросов-то нет? Я не понимаю. Вам уже нет? Знаешь, мне кажется, это хорошо. Есть вопросы. Да есть, обязательно. Как это будет? Все не плохо. Все есть, но все это плохо. Но вы хорошо подумайте, особенно если вы опоздали. Я не опоздал. Отлично. Отлично. Больше просто рады. Больше. Да, давайте. Больше рады. Ну, спасибо за полтора часа аналогов одного и другого спикера. Ага. Ну, серьезно. Просто я имею в виду, я так и не понял про то, в чем дискуссия. Наверное, потому что, ну, в большинстве своих месяцев спикеры все-таки, ну, они не на глаз. У меня вопрос в другом. О каких мы можем говорить международных правозащитных гражданских обществ, с учетом того, что, во-первых, ну, условно говоря, политические институты абсолютно, потому что они просто себя решили. И, в принципе, ну, о чем мы вообще можем говорить? Еще про то, что, поскольку, ну, уже два года, например, идет война на Донбассе и идет война в Сирии, и, как бы, ничем и не меняется. Спасибо. О чем мы можем говорить? О чем мы можем говорить? Ну, потому что, ну, поема, поема я чувствую очень Ну, вопрос стоит так. О чем мы можем говорить? Это вопрос. Да. 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 Я не знаю. Отвечаете высшую свой комментарий? Послушайте, а вот война в Донбассе – это что-то экстраординарное для человечества. Человечество вообще только в 20 веке стало привыкать к мыслям, что хотя бы несколько лет мир может существовать из войны. А война, она справа, действительно. С чем они согласны? Я вам объясню, почему она не согласна. Никакой, мы здесь не можем. Они объединены Курсную войну после 1815-го. Столько лет назад. Повторите, пожалуйста. Хорошо. Я объясню, почему она с вами не согласна. Потому что, начиная с 19-го века, вот уже 300 реки открываются какими-то крупными войнами. Ну, в 19-м век он ознаменовался «Онкраинскими войнами», и в 1815-м году в результате Венского конгресса становились к Санкт-Петербурге. После Венского конгресса и Венского мира и Венского соглашения крупное военно-оружие случалось только в 1870-м веке. Это касается территории, которая контролировалась тремя большими империями Европы. Или полицейскими, жандармами Европы. А в это время остальной мир существовал в войнах, в восстаниях. Восстание – это не войн. Восстание – это не войн. Восстание – это не войн. Насколько мы говорим легитимных каких-то там организаций, например, армии, полиции, тайных обществ, явных обществ, восставших, Какая вам разница с большим включением? Смотрите, какая история. В Донбассе тоже некоторые говорят, не какой вы имени. Они пишут, что вы, видимо, не оттуда. И потом, понимаете, ваш вопрос. О чем можно говорить, когда вот такое происходит? А кроме этого происходит то, что ракета с вертикальным взлетом вертикального посадка осуществила. Вы представляете себе, какая математика должна быть лабить упаковку в управляющих устройствах и самой ракеты, чтобы, понимаете, из космоса заметить вот такая штука, типа этого карандаша, и она должна сесть в точно заданное место, не направиться, не упасть и так далее. Как эта сложность делает? Вот когда человечество делает вот это, о чем можно говорить? Какое время надо упасть? Вы что? Вы так понимаете? Я прошу прощения, я удалось вам перерывать по поводу того, как я говорю. Есть другое пространство, можно развить эту тему. Об этом я говорю очень очень проще. Сейчас может сложиться впечатление, что мы чрезвычайно жуткий, безразличный и вообще не очень хороший человек. Несмотря на то, что я это вам читаю, как бы ваши высказывания в Фейсбуке и Фейсбуке помогут военно-надорвать. По-моему, сейчас это началась очень хорошая иллюстрация, как бы, да? Мы действительно не можем говорить о международной солидарности, если мы каждый сидим в своей проблеме. А у нас до хера у каждого этих проблем практически во всем регионе. Как-то так. Это и продолжим. Возможно, я подключилась. Уже спрятаться. Молодой подключатель. Да нет, спасибо большое. Я могу сказать следующее. Я тоже очень хороший человек во всем международном институте. И как раз мой ответ, то, что я делаю, я понимаю, что те институты, которые есть, они либо вообще работают, либо работают плохо, либо их недостаточно. То есть, когда я начал впервые ездить на цепи международной конференции, я имею в виду не такого типа, а УОНовский, УОНовский, УОНСМЕШНЫЙ, это был еще конец 90-х, я был утренцион низким уровнем правительства и практически неспособностью решать никаких вопросов. То есть, просто полное бессилие перед тем, что происходит. То есть, для меня, кстати, всегда показатель, вот, понятно, что для меня, например, война на Донбассе – это самая близкая война и самая страшная. Потому что, во-первых, я жил в Воронеже, это, извините, 80 километров в Луганске. Ну, в смысле, вот, граница – это просто вот она война, и вот здесь, просто за твоей опытом. Потому что это та война, которая, ну, как бы, насильно разделила, вот, как бы на два лагеря, хотя, понятно, что я не приближу к тому лагерю, чей паспорт у меня, к сожалению, к счастью, нет, да, разделила миллионы людей, в том числе у многих моих друзей. И это, ну, это, в смысле, для меня это самая страшная война. Но в то же время, когда мы смотрим, что происходило в конце 20-го и начале 21-го века, там, ну, странитая Руанда, да, ну, к примеру. И что? И там не было никаких геополитических интересов. Все было на Чхате. Почему не остановить, типа, если там та рука? Почему не остановить весь мир, где почти миллион человек перерезало в году, ну, 700 тысяч? Чего вы не остановить? Кроме 4-го? А мне нет. Или, там, когда меня спрашивают на семинаре, да, и к моему стыду, какая была самая правопролитная война во второй, после второй мировой, я не знаю где это, я понимаю, что я тоже российский. Потому что самая правопролитная война была в конце 20-го и начале 21-го века. Вторая мировая, 5,5 миллионов человек, а я не знал, что это была первая. Потому что мы зацеплены на нашей части мира. Для нас 100 бедных украинцев или русских намного важнее, чем миллион погибших африканцев. Потому что это черномазы, а не там пускай верно. Вот у нас белая часть мира, как же так? Я ни в коем случае не приближаю в важность ни одной жертвы по нас. Я не про это, да, и ни одной жертвой теракции в Париже. Я просто потому, что мы все равно, и мы определенным образом, как вот эти карты, да, знаменитые. Где все это, и я часть, у нас на ОПЭ, а все, что мы видим, кажется, крошечным. Ну так как мы строили на карты? Вот проблема в том, что как раз именно потому, что институты ни хрена не будут, они несовершенны. Они созданы изначально несовершенными. Либо мы создаем какие-то альтернативы и начинаем вместе, как вот это солидарное европейство, которого нет. Его нет – это мечта, оно не существует. Никакого солидарного гражданского в этом мире нет. Оно абсолютно не солидарно. Оно слабое, воющее, жалкое и просто вверх-вверх тяпкой и без подстула, и никто его не слышит. Оно сейчас такое. Вопрос в том, нас устраивает еще одно такое или мы готовы это изменить? А если мы не готовы, то кто готов? Есть еще где-то люди, которые готовы? Может быть, берлили себя в мудрецы, которые сейчас все изменят? Может быть, вы что-то не себя в другим мудрецы? Да и нет никаких мудрецов, есть только мы с вами. Просто никого больше нет. Вот надо просто понять, что в космосе нет больше никого. Есть только лично мы. Либо вы меняете в космосе, либо мы выдады в себе. Вот такая ситуация. Ну, нету не надо. Знаете, я дам немножко. Где мой приятель, создатель первой в Беларуси частной школы в начале 90-х годов, в начале 2000-х годов сошел с ума. И происходило у него это постепенно. Первый толчок произошел, когда он вдруг увидел по телевидению новость про землетрясение. Видите? В Беларуси, где погибло там 200 человек, еще около двухсот тысяч, потеряли кровь. Он пришел в школу и поднял свою школу на дыру. Говорят, там люди так страдают, а вы не храните юное занимаетесь. И накачивали это, как деревья, как раз создали эту школу, накачивали школьников. Потому что они там бросились сразу, что-то там собирать посылки, туда что-то встали. Когда этот процесс прошел, и через полгода он вообще с тобой летит. Потому что вместо того, чтобы заниматься тем же, чем он должен заниматься, он начинал страдать. По поводу страдания телка был ничьим, помочь на самом деле ему. И вот Андрей упомянул Олепо. Олепо, как и Донбасс, в суде ей такая рана. Рана, которую надо затягивать. Иначе с этой уже нельзя. Когда начались события в Сирии, они начались на исходе волны, которая имеет название исторически сейчас, арабская весна. Сирия была последней, в которой, как бы, должны были произойти эти события в Сирии. И Европе, и всего мира просто надоело арабское весна. И они не стали поддерживать те демократические силы, гражданское маленькое, гражданское общество в Сирии, которое, ну, противопоставлялось режиму АСАП. Отказавшись поддерживать их, эти люди, ну, Европа, мотивировали этих людей на какие-то более решительные действия. Как только пошли решительные действия, к этому подключились фундаменталисты всех мастей и так далее, и ситуация, может быть, под контролем. Европейское сообщество несет полную ответственность за ту кровь сотен тысяч людей, которые льются сейчас в Сирии за ту волну миграции оттуда и страдания этих людей. Да, не дальше у нас, чем Донбасс. Но Донбасс – это тоже, как бы, ошибка многих предшествующих лет. Той адаптивной думе, которая творилась в Донбассе с помощью средств массовой информации, с помощью гражданского общества. И, наконец, очень долгое время выставлялся как образец развития НКУ. Ну, понимаешь, чем они занимаются. Я когда-то, и они будут сейчас именно на вас, очень приятно, но когда-то, когда я пытался работать с профсоюзом, я начинал выгонять со своих занятий семинаров людей, которые посетили по этому семинару, вымучательные по этому семинару. Вот когда люди втягиваются в одну бессмысленную чехарную, как карусель, семинаров, тренингах, еще чего-то и так далее, создается впечатление полноты жизни при нулевом результате, при нулевом выходе. Гражданское общество, как бы там ни было, я здесь мог бы построить, если бы было время с Андреем, но я до сих пор верю в эту силу гражданского общества. Но то гражданское общество, которое способно проявить силы, для себя проявить, проще сказать, цивилизийское движение в 50-х годах, экологическое в 70-х годах, оно очень много людей, способных строить статистические и тактические действия, в тех местах для обещания. Государства европейские, правящие великие европейские, понимают силу гражданского общества, и поэтому они предложили гражданскому обществу несколько рисков. Одна из рисков – это поддержка фонда ВЭК и их инициатив, но на определенных правилах и при определенных условиях. И пошло обосудовании всего третьего сектора, называемого. И гражданское общество ушло из третьего сектора. Теперь мы еще не очень понимаем, но оно уже где-то в четвертом, совсем другом секторе, а не там, где оно как бы оформлялось и структурировалось третьего сектора. Ну и еще одна штука – это то, что назвали один из российских экспертов. Эксперт, вы снова попросите за проживание, иначе я не могу это назвать, да? Русский обладок. Так, давайте. Никто вас слышал. Господин, вам предлагается постоянно участвовать в мероприятиях, где от вас не ждут работы, не ждут эффективности, не ждут целеполагания, самоопределения вашего человеческого, гражданского поведения. От вас требуют присутствия. И вы ездите с одной конференцией, с другой, с другой, с другой, с одной, как это называется? С одного фестиваля. С одного фестиваля, а третий и так далее. Для того, чтобы присутствовать, для того, чтобы создавать видимость. Вы присутствуете там темами, а тут же ваша неизвестная идея, разум, неизвестная идея. И вот если мы будем принимать вот этот вот, русский обладок, белый обладок, угр, русский и так далее, за гражданское общество, тогда, конечно, гражданское общество. Их забыли, их забыли, их забыли, их забыли, их забыли. Ой, пожалуйста, хорошо, что вы сегодня уезжаете. А вы не хотели? Хотел бы что-нибудь добавить, потому что у нас есть друг, и мы их захворим. Это начало с сегодняшнего дня, как-то пить кофе. Мы должны, как бы, присутствовать с вами. Да, что чтобы добавить, кроме того, что иногда присутствуют с вами форма, как называемые, «интересные гражданские солидарности». Так что это иногда не самое плохое. Вот. Важно, чтобы субтитры были расположены друг с другом. Так что присутствует с вами, это тоже одна из серьезных форм международной солидарности. Все, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok